Полвека, что существует фестиваль имени Валерия Грушина, его антураж почти не изменился. Три главных атрибута гостя фестиваля — это палатка, спальный мешок и гитара. Вот эти кадры сняты 40 лет назад. Живая очередь на горе. А это день сегодняшний. Грушинская гора всегда была не просто амфитеатром для главного концерта, но и настоящим испытанием для всех гостей фестиваля. Даже спуститься вниз с тяжёлым рюкзаком за спиной непросто. И вот теперь появилось новое развлечение. Поехали. Теперь и рюкзаки, и сами туристы могут оказаться в центре фестивальной поляны уже за 50 секунд. Аттракцион можно назвать «Полёт над гнездом фарда». А на самой поляне буквально из-под каждого куста звучат гитары и голоса. На костре греются котелки с чаем. Этот диван каждый год приезжает вместе с хозяевами из Хантамансийского автономного округа. 3000 километров в одну сторону за эмоциями, которые можно получить только здесь. Такое ощущение, когда сюда приезжаешь, что все люди друг друга знают, да, все знакомые. То есть вот как-то это очень так вот всё впечатляет по-доброму. История появления фестиваля трагичная. 50 лет назад друзья куйбышевского студента Валерия Грушина собрались почтить его память. Валера погиб в Иркутской области на реке Уде, спасая тонущих детей. Его самого так и не нашли, но помню о нём решили просто петь его любимые песни. Он шёл по струнам души и вернулся домой. На самом первом фестивале было 632 человека. Через 10 лет уже 100 тысяч. Здесь и сегодня десятки тысяч человек. Я приехал из города Санкт-Петербурга. Впервые, вы знаете, столько много прекрасных, добрейших лиц и возможность поиграть в свои песни. Через несколько заполярных групп по переходам мимо солнца и протянутых рук. Попасть на главную сцену можно пройдя три отборочных тура. Так было всегда. Жюри прослушают всех, а потом кто-то станет лауреатом. И его песни, возможно, будут петь всей страной. Мы всё ждём, когда придёт новый Висбор или новый Высоцкий, пока не приходит. Но может быть сегодня и придёт, кто его знает. Или это может быть совершенно другое, что это будет. Но, понимаешь, земля ещё не истощилась талантом. 35 лет назад лауреатом Грушинского стал никому тогда неизвестный Олег Митяев. А теперь его песни поют хором. И в главном хите кроется вся суть фестиваля. Качнётся купол неба, большой и звёздно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.